Всем привет! Привет игрокам Битвы Замков! Ну что, долго думал, но всё-таки решил сегодня воспользоваться возможностью, предоставленной одним из моих подписчиков, познакомиться с таким новым героем, как Пикси, так она в принципе на английском называется, как она будет называться на русском, когда она уже, обновление выйдет на наш сервер, непосредственно не зная, возможно, как-нибудь её феей назовут, или ещё как-нибудь там, ну, как по мне, такие подходят, такое имя какая-нибудь Авдосия, Евдосия, не знаю, вот что-то как-то она так смахивает, какая-то девочка с крылышками. Так, ну что касается её атаки, 1428 на 60 уровне, ну, эта атака, в принципе, больше, чем у всех героев, которых можно купить за кристаллы героев, ну, если не считать ниндзю. В принципе, да, она где-то такой среднячок, как между Аресом и уже непосредственно какой-нибудь смертью, да, по атаке, потому что Арес её опережает, там на 60 уровне будет 1600, ну, вот у неё 1428. В принципе, она схожа с таким героем, как бульдозер по атаке. Что касается здоровья, тоже здоровья немало, да, то есть она какой-то слабенькой девочкой не будет, даже если учесть, что вот у неё тут крылышки и такая интересная магия, да, основная, когда она будет бафить, снимать баф с трёх вражеских ваших, так сказать, оппонентов, да, героев и снимать дебаф непосредственно с ваших союзников, остальных ваших героев. Так, ладно, давайте тут уже тогда что-нибудь пойдём куда-нибудь в подземелье. Я вам тогда уже по ходу дела, что-то тогда что-то буду объяснять. Так, давайте сначала, я думаю, магию куплю. Ну, так вот, этот герой уже пойдёт, как и Дед Мороз, с дополнительным пассивным навыком, то есть это уже будет второй герой с такой вот фишкой причудливой, то есть можно поставить, уже будет три пассивных магии на этого героя. Я предполагаю, что разработчики теперь так будут делать на каждом новом герое. Такая вот пошла новая фишка у них, не знаю. Что касается то, что вот добавили очередного донатного героя, там баланс нарушен, ну, по поводу баланса, я не знаю, я бы не говорил так заранее. Во-первых, я не думаю, что он будет настолько имбовым героем, как какой-нибудь Арес, да, но в любом случае, как оппонент Аресу, из этой девочки получится хорошее. И я бы сказал, что даже наоборот хорошо, что добавляют ещё одного героя, то есть я и говорил уже раньше, когда объяснял по поводу Деда Мороза, в принципе, чем у нас больше разных героев с разными магиями, которые друг друга не повторяют, тем интереснее будет играть. Кому-то выпадет эта фея, кому-то выпадет, как мне, Арес. Главное уже в игре, как каким-то образом магическим, выбить тыкву, и тогда уже, в принципе, можно комфортно, интересно играть. Ну, а какой-нибудь уже со временем другой герой вам обязательно выпадет из редких. Так, ну вот, что касается атаки, она никого там сильно не опережает, из всех там таких, как Шапка, там, Арес героев, но при этом она и не отстаёт от более слабых героев, которые можно купить за кристаллы героев. Слабенькой не будет. Меня больше беспокоит по поводу такого героя, которого можно будет приобрести только за донат на 400 тысяч самоцветов, вот там, возможно, какой-нибудь балансик и нарушится, потому что я думаю, что там какой-нибудь читерский герой, наверное, будет. Всё-таки 400 тысяч самоцветов – это довольно большая сумма. А сегодня вот просто сам вот тоже вместе с вами решил познакомиться с этим героем, не удержался, согласился. Ну вот, посмотрим, как она себя ведёт непосредственно в пылу сражений, пускай нету тыквы, пускай тут все герои непрокаченные, одни из первых подземелий. Так, ну, конечно, информации я там не нашёл, подробной какой-то статистики, когда там пишется вся информация по поводу, на каком уровне какая будет атака. Заходил на английскую вики, но там ещё ничего не было. Возможно, где-то там в другом месте есть всё это дело, но я не нашёл и особо сильно не искал, потому если вы увидите, то там напишитесь в комментариях на какую-нибудь ссылочку. Но в любом случае, я думаю, уже скоро станет всё понятно, когда выйдет обновление и на английский сервер, потом и на наш русский сервер выйдет, и надеюсь, что нам не придётся слишком долго ждать. Причём самое интересное, да, что при этом всё, когда она включает свою магию, во-первых, она и себя лечит, она лечит ваших союзников, остальных героев, и при этом она отнимает энергию у ваших оппонентов, да, там, герои. И это, на самом деле, неплохо, это покруче, чем друид, но я боюсь, что количество этих героев непосредственно с прокачкой её скилла не будет увеличиваться. Хотя это тоже такая информация, знаете, как больше довод. Но в любом случае, вот вы видите, да, она там была прокачана на 3 из 9, больше трёх она никого не цепляет. Так, что-то у нас тут ангел завис или не завис, не знаю. Так, ну что, она сейчас включит свою магию, посмотрим, что она отнимет ангелу или нет. Мне кажется, этот баг, ангел тут уже давно не живой, в принципе, как и этот шаман. Но уже интересно, потому что на фарминге волны или вообще, в принципе, там на фарминге чего-либо, экспедиции, у вас добавляется ещё один очередной герой, который будет хилить и сам себя, и хилить ваших союзников, и бить на расстоянии, то есть в экспедициях будет легче, если вы его заполучите. Ну, вообще, в принципе, можете поставить такую подборку, там на фарминге волн, состоящую из каких-нибудь, не знаю, допустим, того же вампира, ну, давайте используем, того же вампира, так, что у нас тут, того же вампира, который сам себя лечит, бульдозера, который лечит себя и остальных друида, и, в принципе, у нас с каждым обновлением хиллеров становится всё больше и больше. Там уже можно и будет смерть тоже поставить, и становится реально играть намного интересней. Так, ну что, продолжаем мы бегать по земельям. Конечно, не хватает тут тыквы, чтобы она тут всех адски разогнала, но что делать, что есть, то есть. В принципе, 60 уровень, это уже довольно неплохо. Так, ладно, что я тут захилил-то? Даже ниндзя не успел подлечиться. Ну, этот герой, смотрите, он, в принципе, один довольно-таки хорошо справляется, его убить не успевают. Ну, сейчас дойдём до этой тройки, которые в центре стоят тут. Палач, циклоп, панда. Посмотрим, успеют её, убить не успеют. В любом случае, какое-то понятие уже основное, да, что будет с этим героем, как он себя поведёт в таких вот сражениях, там, как, не знаю, с Аресом и так далее, как он будет себя вести при ситуациях, когда у кого-то стоит всё-таки реанимация, вот тогда мы уже сможем говорить, это такой читерский герой, как Арес, или нет. И уже тогда можно будет окончательно уже говорить о балансе игры. Сейчас, пока, я думаю, что рановато. Давайте сходим ещё в экспедицию. Не в экспедицию, а уже в рейд непосредственно. Начнём откуда-то издалека и посмотрим, как она будет поджирать. Противников не будет. Ну, точнее, она будет их поджирать, но, в принципе, с какой скоростью это всё получится. Даже вот на тех королевских битвах, то есть, героев становится всё больше, уже невозможно предугадать исход битвы, то есть, можно уже чередовать героев, там, составлять какую-то свою стратегию прохождения каких-то вещей, тех же экспедиций, или вот королевских битв, и всё как раньше, то есть, там уже, вот всё так понятно, там у вас купидон, тыква, и, не знаю, там, фараон, таких уже ситуаций не получится. Сейчас уже реально много героев, и уже реально игра превращается в такую смесь стратегий и RPG. И с каждым героем всё интереснее и сложнее, допустим, будет играть. Раньше что там, поставить человек, купидона, там, тыкву, друида, фараона, там, не знаю, смерть или шапку, с миносом, и всё. Теперь уже так не получается. У кого-то там снеговик, у кого-то вампир, у кого-то арес, и уже нужно как-то искать ходы, каждый раз подстраиваться под всё это дело. И это достаточно трудно, но интересно. Главное, чтобы всё-таки у вас была тыква, и удача принесла вам одного из донатных этих героев. Там уже можно тогда что-то крутиться, как-то искать выхода из ситуации. Так, ну что, вот, в принципе, она всех и сожрала. То есть для экспедиции этот герой очень хорошо пойдёт. Так, давайте зайдём на арену. Так, и нападём на кого-нибудь. Выпускаем её одну и посмотрим, как она будет себя вести. Ну, здесь, конечно, противники ещё такие слабоватые. На своём аккаунте на Китайке я пытался её выбить. Было несколько попыток. Тоже, с одной стороны, повезло. Там выбил Бога Грома, который он мне, в принципе, там не нужен был. Я надеялся на эту фею. Но если зайдёте на канал Зебраила, там увидите, как этот удачливый мерзавец просто выбивает сразу же фею. Это вообще неслыханная удача и халява. Но мне так уже не повезло. Так, ну что? Видели, она себя подлечила и понемножку поджирает своих противников. Ну, конечно, всё равно она тут не успеет. Не успеет она этот кристалл забить. Но, если её прокачать, будет разгон от тыквы. Будет довольно неплохо. Ещё что тут интересно, посмотрите, да, у неё вообще не видно, то есть, как она стреляет. Во-первых, у неё довольно-таки хорошая дистанция, да, но при этом не видно вообще, чем она стреляет. Может, она помидорами стреляет или ещё чем-то. Тут какой-то баг. Баг, не баг, не знаю, исправят разработчики, не исправят его. Но каким образом она стреляет, реально непонятно. Но расстояние, на каком она стреляет, мне кажется, что довольно-таки большое. Так, ну что она тут? Спокойненько сейчас со всеми разберётся. И потом, может быть, даже успеет и сожрать панду с палачом. Может, и не успеет. Но при этом тоже скажу, она хоть и летающая, ей на мины всё равно можно её и будет использовать в новых адских жестоких подземельях. Но скорость, повторюсь, у неё передвижение очень маленькая. схожая со смертью, не знаю, как-то не сильно она хочет передвигаться. Так, ну что, опять мы тут проиграем. Ну что, в принципе, на этом всё. Это такое было более-менее больше всего как знакомство для меня самого с этим героем. Ну а там вот и записал видео показать вам, потому что как-то хотелось погонять нового героя, посмотреть, как это всё будет выглядеть, когда ты уже сам тут куда-то бегаешь, какие-то подземелья, ещё что-то. Как-то уже хотелось самому составить такое предварительное мнение об этой девочке, но в любом случае, если подвести итоги, можно сказать, что это очень интересный, забавный герой. И я думаю, что он тоже будет необходим для основной пачки героев. А как она уже будет там бороться, как уже будет это всё стыковаться со всеми этими реанимациями, аресами дедами, морозами и вампирами, это мы уже увидим непосредственно после обновления на русском сервере, когда прокачаем её хотя бы до 140 уровня и посмотрим уже реально в пылу сражений на эту девочку с крылышками. Ну что, если кому-то помог, составить какое-то мнение о ней, то поставьте лайк, нет так нет. Ну а на этом всё, всем пока, счастливо, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok